Биография вора в законе Лоши Шушанашвили Лоша Шушанашвили родился в 1961 году в Грузии. Имеет в криминальном мире клички Лоша Толстый, Лоша Руставский. Шушанашвили стал вором в законе еще в 1970-х годах. В тюрьму впервые попал в возрасте 18 лет, после чего провел за решеткой более 11 лет в сумме. Имеет стабильный коммерческий интерес в Москве. Среди подконтрольных ему объектов называют Алтуфевский район, Леонозово, район станции метрополи Жаевское, Октябрьское поле, район дневников. Специализация, средний бизнес, торговля, барсеточники. Имеет серьезные позиции в высших политических кругах Грузии и Украины. Впервые Лоша Шушанашвили попал в поле зрения крупных российских СМИ сравнительно недавно, в 2006 году. Это произошло в связи со сравнительно несерьезным эпизодом. Сотрудники Кировского БОПа задержали вора в законе Вадима Сабрекова, известного в криминальном мире как Чебурашка. Вора в законе обвиняли в браконьерстве. По данным следствия, он незаконно рыбачил на вятке и наловил 40 килограммов рыбы. По версии правоохранительных органов, вор в законе Сабреков совместно с представителями этой же среды занимался на реке Вятки браконьерством. Противоправно, по предварительному сговору с группой лиц добывал сетями рыбу и наловил около 40 килограммов рыбы, в том числе занесенные в Красную книгу. 12 мая ему было предъявлено обвинение по Че. 3 статья 256 УК РФ, незаконная добыча водных животных и растений. В связи с этой историей журналисты обращали внимание, Вадим Сабреков получил влияние на зоне благодаря знакомству с ворами в законе Лашу и Руставским, Лаша Шушанашвили, и Герой Казовских. В 1995-1996 годах, после последней Хатки, по их рекомендации стал смотрящим в Кирове, а в 1997 году коронован как вор в законе. Некоторое время спустя после задержания Вадим Сабреков был отпущен под подписку о невыезде. Лаша Шушанашвили являлся ключевой фигурой в борьбе между двумя известными кланами грузинских воров в законе, Деда Хасана и Терриела Аньане, с 2006 года, когда в ОАЭ был задержан вор в законе Захарий Калашев, Шакра, которого потом экстрадировали в Испанию. В Испании его обвинили в отмывании денег, неуплате налогов и других преступлениях. Временно управлять бизнес империей криминального генерала клана Слану Саяна поставил вора в законе Лашу Шушанашвили. Но такой поворот событий не устроил другой криминальный клан, руководимый Терриел и Маняне. Несколько лет Терриел Аняне вел работу по дискредитации Лаши среди членов воровской элиты, а потом перешел к решительным действиям. В апреле 2008 года на одной из сходок сторонники Аняне раскороновали Лашу, обвинив его в излишнем увлечении коммерцией, а также в отходе от воровских традиций. После этого воры в законе разделились на два враждующих лагеря, которые вели ожесточенную борьбу. Летом 2008 года милиционеры на Пироговском водохранилище в Подмосковье задержали 50 участников сходки, устроенной Аняне. Вскоре после этого, в подмосковной Барвихе был задержан Лаша Шушанашвили, которого выслали из страны. А в ноябре 2008 года было совершено покушение на ресторатора Гелу Царцвадзе, который считается правой рукой Терриела Аняне. Некоторые аналитики связывали это преступление с Шушанашвили. Сам Аняня оказался на тюремных нарах 10 июня 2009 года. Его арестовали сотрудники Мура по подозрению в организации похищения человека. В следующий раз Шушанашвили заинтересовал журналистов в связи с собственным задержанием осенью 2008 года. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в элитном районе недалеко от подмосковного поселка Барвихе. Сотрудники главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, ЦФО, депортировали Лашу Шушанашвили за пределы страны. Для того чтобы задержать Шушанашвили, оперативникам пришлось вначале обезоружить 10 его охранников, пояснили в милиции. Уже на следующий день суд признал, что задержанный нелегально уехал в страну. По данным правоохранительных органов, документы о гражданстве России криминальный авторитет получил незаконно. В милиции отказались назвать страну, куда был отправлен Шушанашвили, однако по неофициальной информации, вора в законе отправили на Украину. В течение ближайших пяти лет после этого ему запрещен въезд на территорию России. В начале 2009 года Кландиэда Хасана перешел в решительное наступление. Именно этим журналисты объясняли то обстоятельство, что адвокаты Шушанашвили сумели загадочным добиться того, чтобы Федеральная миграционная служба, ФМС, оформила ему документы, разрешающие въезд в Россию. В результате авторитет прилетел в Москву. Следом за этим ряд воров в законе, изначально поддерживавших Тарриела Аняни, пришли на поклон к деду Хасану. В частности, так сделал вор в законе Джамал Хачидзе. А в июне этого года Тарриела Аняни был задержан в Москве по обвинению в похищении человека. В криминальной войне наметился явный победитель. Однако подобные обиды влиятельные гангстеры не прощают. В марте 2009 года журналисты вновь вспомнили про Шушанашвили. Это традиционно произошло в связи с очередным громким задержанием. На этот раз столичные милиционеры задержали криминального авторитета Гю Гурчани, который входит в мафиозный клан Тарриела Аняни. По данным милиции, Гурчани на тот момент являлся представителем сухумской воровской семьи, входящей в клан вора в законе Тарриела Аняни. Примечательно, что еще до того, как стать вором, Гурчани тяготел к противоположному полюсу грузинского воровского мира. В надежде получить корону и имя, Гия всячески обхаживал родного брата Лашишу Шушанашвили Каху, а также его ближайшего подручного, вора Кабуру Ставского. Однако те не торопились принимать Гурчани в братский круг, и Гия понял, что зря тратит на них свое время. Чуть позже Лаша Шушанашвили сам создал очередной информационный повод. Летом 2009 года Верховный суд РФ оставил силе закрытое решение директора ФМС Константина Ромодановского о признании в России персоной нон-грата вора в законе Лашишу Шушанашвили, известного по кличке Лаша Руставский. Адвокаты Шушанашвили, на тот момент находящегося в Москве, уже пообещали, что будут отстаивать права своего клиента в Страсбургском суде. Борьба за право вора в законе находиться в России длилась в судах разных инстанций с осени 2008 года, когда он был выдворен из нашей страны. Во время многочисленных процессов стали известны подробности операции российских правоохранительных органов в отношении Шушанашвили. По информации Разбалта, еще летом 2008 года сотрудники Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу передали в УФМС по Москве материалы, из которых следовало, что вор в законе незаконно получил российское гражданство. В частности, это было письмо из МВД Грузии о наличии у Шушанашвили еще и гражданства этой страны. Этот факт он скрыл при получении российского паспорта. Также оперативники предоставили результаты экспертизы карточки на получение лаше гражданства РФ, свидетельствующие, что он не заполнял ее лично, а это запрещено. С данными документами УФМС обратилась в замоскворецкий суд столицы, который 27 августа 2008 года принял решение о том, что Шушанашвили, слушания проходили в отсутствии вора в законе. При приобретении гражданства РФ сообщил ложные сведения, поэтому россиянинам стал незаконно. Однако у лаше оставалась еще вполне официальная регистрация в Москве, но УФМС 8 сентября лишила Шушанашвили ее, на основании решения того же замоскворецкого суда. Так вор в законе стал нелегальным мигрантом. После событий в Южной Осетии процедура депортации в Грузию стала невозможной, поэтому Шушанашвили переправили в Армению, откуда он в свое время и прилетел в Россию. Ему было запрещено появляться в РФ в течение пяти лет. Адвокаты вора в законе сразу начали активную борьбу за его возвращение в Москву. В результате 13 ноября Мосгорсуд вынес решение, где указал, что замоскворецкий суд ошибочно посчитал Лашу гражданином Грузии, поскольку он был лишен гражданства этой страны еще в 2006 году, согласно распоряжению Михаила Саакашвили. Соответственно, как отметили в Мосгорсуде, не имелось основания выносить решение о депортации вора в законе именно в Грузию. Кроме того, Шушанашвили просто не знал о том, что он остался без российского гражданства и регистрации, поэтому не мог встать на миграционный учет в установленные законом сроки. Более того, в Мосгорсуде сослались и на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, запрещающую насильственно разлучать членов семьи, а у Лаши в Москве проживает жена и двое маленьких детей, которые являются гражданами РФ. Мосгорсуд отменил решение о признании Шушанашвили виновным в административном нарушении, и, естественно, о его депортации, и отправил дело на новые рассмотрения в замоскворецкий суд. Так у вора в законе появилась возможность вернуться в Россию, но ее быстро пресекли. 2 февраля директор ФМС Константин Ромодановский подписал решение о нежелательности и пребывании в РФ Шушанашвили как лица, которая создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, в целях защиты основ конституционного строя. Персонный нон-грата вор в законе стал на основе сведений спецслужб, составляющих государственную тайну имеющих гриф «секретно». Фактически речь шла уже не о просто влиятельном воре в законе, а о криминальном лидере, тесно связанном с Грузией, с которой у России недружественные отношения. Журналисты отмечали также, что история с Шушанашвили развивалась в период негласной борьбы с Саакашвили, когда из России вытесняли грузин, обладающих определенным весом в бизнесе, политике и криминальном мире. Пресса проявила интерес к Шушанашвили в июле 2009 года после убийства в Москве вора в законе Вячеслава Иванькова, япончик, происшедшего 28 июля. В связи с этим в частности сообщалось, что покушение на Иванькова стало итогом затяжного противостояния двух мафиозных кланов минус законников Аслана Усаяна и Терриела Аняня, в котором япончик принимал активное участие. Иваньков поддержал в этом противостоянии Усаяна и его ближайшего сподвижника, вора в законе Лашу Шушанашвили, Лошар Уставский. Лошар и Иваньков в последнее время были крайне близки, они находились по одну сторону баррикад, сообщил человек, хорошо знакомый с Шушанашвили. По его словам, помимо общих интересов в борьбе с Аняня, воров в законе связывало и другое, якобы Иваньков последнее все больше отдавал предпочтение легальному бизнесу, а у Лоши был большой опыт в ведении коммерческих дел. В начале 2010 года журналисты заинтересовались Шушанашвили в связи с президентскими выборами в Украине. Появилась информация о том, что находившиеся в то время на Украине воров в законе грузинского происхождения Лоша Шушанашвили и Гиехмелидзе привлечены властями Грузии к тому, чтобы повлиять на ход президентских выборов на Украине. Данную информацию распространили украинские СМИ. Они, в частности, обнародовали запись переговоров председателя парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Георгия, Гиви, Таргамадзе с неким Константином, в которых речь идет о неких Лошаги в связи с их возможным вмешательством в процесс аккредитации грузинских наблюдателей. В интервью телеканалу маэстро-оппозиционер Манана Начкебия, «Новые правые», заявила, что данные лица – воров в законе Лоша Шушанашвили и Гиехмелидзе. По данным газеты «Резонанси», Гиехмелидзе пользуется достаточно большим влиянием в Донецке. В интервью этому же изданию оппозиционер-консерватор Каха Кукава заявил, что Таргамадзе имеет бизнес на Украине, который покрывает воры в законе. Он заявил, что в коррупционных сделках участвует посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Депутат парламента Грузии, отправящего единого национального движения Лоша Тардио в интервью маэстро назвал обнародованные записи спектаклем ФСБ и провокацией. В следующий раз Шушанашвили попал в сферу журналистского интереса в связи с арестом его родного брата Кахабера Шушанашвили. Журналисты писали, что очередную масштабную операцию Ява в отношении представителей российского криминалитета развернули испанские полицейские в марте 2010 года. В Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии были задержаны 69 человек. Все они подозреваются в участии в транснациональном преступном сообществе. Среди тех, кто попал за решетку, оказался и предполагаемый лидер сообщества Кахабер Шушанашвили, родной брат одного из самых влиятельных российских воров в законе. Лоша Шушанашвили, Лоша Руставский. Кахабер, как и другие задержанные, обвинялся в трефикинге, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками и отмывании денег. Источник в МВД Грузии, пожелавший остаться неназванным, рассказал что операция европейских спецслужб не была неожиданной для грузинских правоохранительных органов. По нашим данным, значительное число так называемых воров в законе, по крайней мере, те из них, кто не ужился в России, живет именно в Испании и некоторых других европейских странах. Мы неоднократно сообщали об этом нашим коллегам, теперь будем настаивать на их экстрадиции. Выйти на Шушанашвили полицейским неожиданно помог тбилийский вор в законе Шакра Калашов, который две недели назад был выпущен из испанской тюрьмы под залог в 300 тысяч евро. Спецслужбам удалось прослушать его телефонные разговоры и напасть на след Шушанашвили и других грузинских мафиазей. Самого Лашу, как объявили во вторник испанские полицейские, тоже должны были задержать в рамках операции на территории Греции. Однако он сумел загадочным образом скрыться, в чем испанцы обвинили греческие власти. По их мнению, вора в законе предупредили об аресте и он ушел прямо из-под носа греческих полицейских. Установлено, что в Барселону, где проживал предполагаемый главарь группировки, 38-летний Кахабер Шушанашвили, стекались деньги от незаконной деятельности в Германии, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и в других странах, сообщает Радио Свобода. Шушанашвили подозревает в том, что он контролировал криминальную деятельность выходцев из Грузии во всей Европе. Как рассказал радиостанции представитель испанской полиции Хуан Рамон Эглисиас, следователи следили за действиями задержанных более года. Испанские СМИ, ссылаясь на материалы следствия, отмечают, что в перехваченных телефонных разговорах задержанные хвастались, что захватили всю Европу. На этой неделе все они будут допрошены следователем Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранди Марласко, который руководит операцией Ява. В том числе был схвачен один из лидеров мафии Кахабер Шушанашвили. Как считает следствие, в ведении Шушанашвили находилась касса группировки. Он также был в курсе всех преступных доходов своих сообщников. Именно Кахабер Шушанашвили, по мнению испанских следователей, руководил всем европейским отделением группировки. По решению судей Фернандо Гранди Марласко, Кахабер Шушанашвили оказался среди тех, кто был отправлен в камеры предварительного заключения. Брат Кахабера, Лаша Шушанашвили, которого испанские органы правопорядка считают главарем всей группировки, совершил побег в Греции из-за халатности местной полиции. По одной из версий испанских правоохранительных органов, он может скрываться на севере Греции. Накануне глава департамента по борьбе с коррупцией прокуратуры Испании Антони Саленас заявил о том, что побег Шушанашвили стал возможным из-за того, что между службами безопасности двух стран нет необходимого сотрудничества. По словам Саленаса, сейчас местонахождение Лаши Шушанашвили неизвестно, сообщает ВВС. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькабо Как заявил в минувший вторник министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькабо, предполагается, что члены банды похищали драгоценные камни и другие предметы роскоши, отправляли их в Испанию, где у группировки была база. Из Испании награбленные ценности переправлялись в Грузию. В конце марта 2010 года во французском Марселе киллеры расстреляли криминального авторитета Владимира Джанаши по кличке Лада. По основной версии спецслужб, преступление стало местью за убийство отца русской мафии Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Убийцы долго охотились за Лада. В организации убийства Лада подозреваются одни из самых влиятельных воров в законе – братья Лоша и Кахабер Шушанашвили. В свое время Япончик занял сторону Лаши в конфликте двух мафиозных кланов, что, скорее всего, и стоило ему жизни. Согласно данным спецслужб, в последнее время Джанаши вынужден был жить на осадном положении, поскольку киллеры начали за ним охоту практически сразу после покушения на Япончика, летом 2009 года. Последние две недели он провел под чужим именем в небольшом доме, арендованном в пригороде Марселя. Еще до смерти Япончика, в сентябре 2009 года, в матросскую тишину пришло письмо, подписанное 36 криминальными авторитетами, в котором фактически содержится призыв к устранению законника Триэла о няне. Фактически, воровской мир вынес Тарус смертный приговор. Одновременно братья Шушанашвили в Европе развернули охоту за мирабом Джанго Веладзе и его ближайшим сподвижником Владимиром Джанаши. Впрочем, в российских правоохранительных органах не верят, что при этом мафиози прежде всего руководствовались благородными мотивами личной мести. Понятно, что мотив мести в убийстве Лада был неосновным. В первую очередь, идет борьба за большие деньги, сообщил разбалт один из российских оперативников. По его словам, гангстеры воюют за право распоряжаться общаком, который скопился у русской мафии за рубежом. После ареста в России о няне основная схватка развернулась как раз между Джанго Веладзе и Джанаши, с одной стороны, и дедом Хасаном и братьями Шушанашвили, с другой. А после того, как в начале 2010 года Захарий Калашов был отпущен в Испании под крупный залог, криминальная борьба только обострилась.